Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды и у нас окончание турнира. Ну что же, забираем наш ревард за мастера, одна звезда. Ну что же, погнали. Сегодня получим много осколков и кто-то перейдет у нас в платиновый ранг, а вы знаете кто? Наверное нет, но догадываетесь. И правильно делайте, ребята, потому что я думаю, что этот персонаж заслужил. Подожди, мы не сюда с вами зашли, давай зайдем в списочек и посмотрим. Так, ну что же, Бакстер Стокман, ребята. Я конечно знаю, что многие голосовали за Зека, чтобы я его перевел, но я хочу Бакстера Стокмана, потому что у него две ульты есть, да. Первая это Смертельная Волна, а вторая Маузеры. Я думаю, что в нашей команде этот герой еще покажет себя с лучшей стороны. Так что, ребята, не обессудьте, будем его переводить в платиновый ранг. Ну что же, Бакстер, я могу тебя с этим поздравить. Так, у нас хватает, все хватает и переводим, ребят. Ну что же, замечательно. А уже в следующий раз мы с вами переведем, наверное, Зека в платиновый ранг, потому что он тоже у нас данный... Оу! Оу! В общем, Ксевер Монтес тоже у нас, ребята, идет как бафер. Так что, наверное, будет, ребята, тяжелый выбор. Я думаю, что никто не захочет Джастина, да, чтобы я его переводил в золотую ранг или того же самого Саблезуба. В общем, ребята, оставляю выбор на вас, так что пишите. Потому что сейчас я, честно говоря, не готов сам решить, кого мне переводить. Но, если честно, я бы, наверное, все-таки взялся за Крипа. Мне кажется, что он хорош. Правда, не знаю, чем пока, но он хорош. Вот либо Крипа, либо Монда Гека. Но пульверизатор имеет 49 уровень, а Крип только лишь 33. Ну что ж, давайте возьмем с вами бесплатно колоду, посмотрим, что нам здесь выпадет. Кто там? Ага, Саблезуб. Понятно. Ну что же, мы с вами, естественно, начнем с турнирной ареночки. Нам нужно, ребята, сегодня бустануть, как можно быстрее пробиться по лиге вверх. Ну и, как вы видите, у нас разыгрывается Леонардо. Я думаю, за него стоит побороться, потому что этого персонажа у меня еще нету. Так что, ребята, 60 откатиков у нас есть. Кстати, 15 откатов я потратил для того, чтобы остаться в мастере одна звезда. Это было накануне завершения недели. Так что, ребята, я думаю, что вы особо не будете на меня злиться, потому что благодаря этому мы сегодня Бакстера Стокуна перевели в платиновый ранг и какого-то персонажа переведем в золотой. Ну что же, приступим. Так, Олеся, Филипп, погнали. В общем, начинаем, ребята, с самых низов, конечно же, да. У нас там будут какие? Тридцатые уровни. Так, Бибоб, Микки и Рафаэль. Поехали, ребята. Я думаю, что ничего сложного здесь сейчас не будет. И быстренько мы с ними разберемся. Так, ну что, бомбочку для начала, естественно, бросаем. Так, отлично. Надо Бакстера, наверное, разбирать нам. Шикарно. Теперь Ванюшу, конечно же. И, в конце концов, Леонардо. Да что ты делаешь, Лео? Ну зачем тебе отхил? Куда ты, елки-палки? Да, мы его с удара наказали. Ну что ж, неплохо, ребята. Давайте смотреть, куда мы с вами переместимся. На какую позицию. Какие звездочки и так далее и так подобное. Так, смотрите. У нас Воин. Да, ребята, Воин 2 звезды и 78 позиция. Я считаю, что это неплохо. Но это только начало. Поэтому все самое сладкое будет у нас впереди. Так, Рамазан. Давайте, наверное, с него и начнем. Тут у него 22 уровень максимальный. Да, это у нас Карайка. А мы будем брать Кужеголового, Рокстеди и Шинигами. Думаю, что эта команда здесь вполне справится. Так что погнали. Так, нам, по идее, нужно бы Кирби убрать. Но начнем, наверное, с Хана. Так, пробьем его или нет? Почти, почти получилось. Блин, сейчас Кирби, наверное, ребята будут захиливать, скорее всего. Ну, я, честно говоря, не особо волнуюсь. Потому что, ну, в любом случае, мы здесь выиграем. Как бы они не сопротивлялись против нас, все равно будет победа за нами. Так, минус Хан. И Карайка. Здравствуй, радость моя. Нака, получи хвостом. Не пробили. Да ладно тебе, что ты, Рокстеди? Господи, не мог ее добить. Ладно, Шинигами, добей. Сделай доброе дело. Отлично. Все-таки радостные. Ну, что же. Так, что там у нас дальше будет происходить? Ну-ка, ребята. Да, мы с вами переходим на Воин. Три звезды, девяносто первая позиция. Мне это нравится. Очень нравится. Быстренько мы с вами идем. Так, а вот кого взять? Может быть... Хм... Александра? Я думаю, что стоит, наверное, с него начать. У него, ну, как видим, двадцать первый уровень. Леонардо. Это максималка. И я думаю, нам нужно брать Леву. Рокула. Рокстеди. И опять же, Леву. Ну-ка, посмотрим. Чья команда будет сильнее? Ну, стопудово моя. Это однозначно. Потому что у меня по уровню все-таки они покруче будут. И давай-ка мы, наверное, накажем... Ой, я даже не знаю, кого. Давай... Давай Леву попробуем пробить. Ага. Почти. Ну-ка, Рокула, добей его. Молодец. Красавчик. Так, массовая атака пошла. Донателло. Молодец. Меткость понизил. Это уже плюс для нас. И попробуем... Так, ну, он не жилец, ребята. Это Бакстер Стокман уже стопудово погибнет. Поэтому... Ха-ха. Поэтому будем разбирать, наверное, дальше... Да. Нейтрализатора. Почему бы и нет? Так, он живой еще, да? Был. Был, ребята, живой. Так, замечательно. И добиваем с вами Донателло. Шикарно. Так, смотрим, ребята, куда мы с вами переместимся. Еще раз повторю. Мы с вами бустанем сейчас. Потому что неделя только началась. И буквально... Вау. Элит одна звезда. И буквально минут 30 только назад все это откатилось. То есть нам нужно быстрее и быстрее все это сделать. Так, Барни, да? Дуй. И Николас. Ну, давай начнем с Дуя. Дуй. Так, у него здесь 25 уровень. Уже, ребята, честно говоря, опасненько. Уже начинается такой приемлемый уровень, да? Где мы можем с вами озвездюлиться, но я постараюсь этого не допустить. У нас здесь с вами 3 хиллера. Это Пит, Донателло и Рафаэль. Так что, надеюсь, Крис сейчас упадет. Да, елки-палки, что он такой живучий-то, а? Ну, давай бомбанем. Отлично, ребята. А теперь... Слушай, у нас Леонардо здесь есть. А, тут 3 Леонардо. Ха! 3 Леонардо. Хорошо, этому мы пониз... Тихо! Елки-палки, опасно. Опасно! Е-мое, ребята, нужно срочно хиляться. Ай! Нам повезло. 2 хилл быстренько врубаем, потому что мы можем с вами тут потерять Пита. Ну-ка... Да ладно. Лео, падай уже, хорош. Так, ну что? Еще у нас 2 отхила есть. Это от Рафаэля и от Донателло. Я особо сильно не напрягаюсь, ребята. Думаю, что мы справимся здесь. В любом случае. Так, давай-ка попробуем сделать так. Все. И остается у нас самый главный. Леонардо, предводитель. Естественно, ребята, отхилимся на всякий случай. Потому что, ну, фиг его знает, что он может прописать. Вдруг он свою вертушку тут зарядит. Да и моя команда здесь упадет. Ну, пробьем. Смотри, какой, ребята, Леонардо живучий. Вот. А вы говорите, вата ватная. Никакая не вата он, ребята. Он нормально держит и защиту, и нормально атакует. Так что не стоит его недооценивать. А кто-то со мной спорил, что Рафаэль круче. Да, может быть по защите, но не по атаке. Это уж точно. Так, ну что у нас тут, ребята? Никола, Дуй, опять и Джастин. Так, ну давай с Дуя опять начнем. Дуй. Так, и я смотрю, у него здесь 28 уровень максимальный. Ребята, опасно становится, если честно. У меня 30 уровни. Слушай, наверное, мы с вами... Ладно, попробуем. Хотел взять какую-нибудь побольше, да, хайчика нашего. Но рискуем. Очень сильно рискуем, ребята. Так что ты смотри, что у них тут, ребята. У них полный комплект. Во-первых, у него Кирби, хилер. Естественно, провокатор. Это Рахзар. И баффер. Это Монда Гека. И не забываем, что массовик-затейник. Это Бакстер Стукман, который может вызвать своих маленьких мышей. Маузеров, да? Ну, естественно. Естественно, он в провокацию встает. Сразу же отхиливает. Давай еще пробафайся по полной программе. И будет нам вообще счастье. Так, посмотрим, как мы пробьем. Ага. Ну, неплохо, ребят. Все равно... О, нет, 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 не надо. Слушай, опасно, ребята. И у нас здесь, кстати, нету ни одного хиллера. Это... Это критично. Блин, ты посмотри. Нам скорость сделали меньше. Нам защиту понизили. Так, хорошо. Уже, ребят, сравняли счет. Грубо говоря, да. Мы, по крайней мере, в защите стоим. И это небольшой шанс продержаться нам на ногах. Без потерь, естественно, ребят. Я не хочу здесь никого потерять. Так, блин. Давай... Кирби опасно. Давай вот этого, наверное, Мондагека. Потому что мы по Кирби можем промахнуться. У него стоит уклонение. А вот Мондагека... Да ладно тебе, что ты? Какой ты живучий Мондагека. Хорош. Есть. Слушай, теперь берем Бакстера Стокмана в оборот. Потому что Мондагека... Но он ватный по атаке. Я не особо сильно пугаюсь его. А вот Бакстера Стокмана я побаиваюсь, если честно. Поэтому мне в интересах забомбить его, в первую очередь, быстрее. Есть. Фух. Так, ну что, Кирбис? Да прыгался. Давай-ка молотом ему в зубы. На. Ну что же, я очень рад нашей победе. Ну а мы с вами, ребята, продолжаем дальше нашей баталии. И продвигаемся, наверное, уже в две звезды. Я так понимаю, да? Элита должна быть две звезды. Какой? О, 52-я позиция. То есть, я думаю, что еще бой с вами сделаем. И будем в элите три звезды. Так, выбираем. Наверное, можно Баяна взять. Да? Да, ребят, я возьму, наверное, Баяна. Хотя выгоднее нам драться с Владимиром. Но давайте, наверное, реализуем все-таки наших ребят, да? Которые у меня 30-го уровня. А здесь, кстати, между прочим, я хочу вам сказать одно. Очень опасно. Потому что они тоже 30-го уровня. У них есть Донателло, который вешает довольно неплохую защиту. И мне нужно взять здесь массовика-затейника. Я думаю, что с этим делом, наверное, очень хорошо справится нейтрализатор. Да. Если он бомбанет, да, со своего грантомета, я думаю, командочка вражеская поляжет. Но не забывайте, что у него есть хилер, у него есть хан, который может нам сейчас понизить просто на защиту. Ну-ка, проверим, насколько... Воу, 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 воу. Ну, ты крут. Я, честно говоря, не думал, что 52-й уровень может вот так вот практически с одного залпа положить команду. Я думал, там, ну, отнимет большую часть здоровья, но не добьет их. Но, как видите, я ошибся. И да, ребята, элита 3 звезды. 64-я позиция. Радует меня это очень сильно. И мы с вами, так, Сава есть тут у нас, да, смотрите. Но тут уже пошли 34-й уровни. То есть, быстро мы с вами дошли до предела. А у меня еще очень много персонажей 30-х уровней. Значит, придется нам делать, как обычно, ребят, по стандарту. Брать какого-то сильного, да, в команду слабых. Хм, а кого нам взять? Давай, наверное, Змейка Вьюна. Я думаю, что он с одной плюшки, да, с одного разброса вот этих вот спор должен завалить, наверное, команду. Ну, по крайней мере, потеребить ее основательно. Это уж точно. Ну, проверим. И дрить на корень. Так, ребят, но радоваться рано еще. Опасность все равно еще есть. Так, повесили иммунитет. Давай-ка попробуем пробить. Ну-ка, Кейси. Замечательно, шикарно. Так, ну и теперь... Нет, давай-ка мы, наверное, вот этого вот попробуем. Ну-ка. Саблезуб, давай, не подведи. Отлично, молодец. И остается Рокстеди. Так, а это, ребята, у нас атакующий, да? Да нет, это не атакующий. Подожди, а где у нас вот это, что ли? Да, да, ребят, это удар. Нормуль, все. Ну что же, довольно неплохо мы с вами идем. Пока ни одного проигрыша не было. Герои тоже пока ни одного не потеряли с вами. И все отлично. Ты смотри, мы уже в самураях. Господи, 90-ая, ребят, позиция в самураях. Вот это я называю скорость. Вот это мы с вами... Так, Хуризен какой-то у нас. Хм. Так, 38-й уровень уже, господи. Я даже не знаю. Ну, давай попробуем, наверное, вот... Да, скорее всего, нам нужно правильно бомбануть. Правильно. Правильно, правильно бомбануть. Беру я Бакстера Стокона заодно. Сейчас мы посмотрим, как он будет здесь справляться. И вот этих вот своих маленьких ребят. А мне почему-то кажется, что вы проголосуете за Крипа. Чтобы я его перевел в золотой ранг. Не знаю, ребят, чем он хорош. Особо сильно я им не играл. Достаточно было одной смертельной волны, чтобы все упали. Шикарно. Ну что же, мы с вами продвигаемся далее. Так, посмотрим сейчас, на какую позицию мы с вами переместимся. 30-е. Понятно. Еще один бой, ребята. Мы с вами будем в Лиге Самураев 2 звезды. Только вот кого нам взять с вами? Вот меня какой вопрос сейчас волнует. У них по кубкам, да? У всех все одинаково. Тогда давайте выбирать по уровню. Я думаю, что это будет у нас Гуллим. Ну, давайте возьмем Гуллима. Фиксим. 37-й уровень. Так, здесь нужно, ребята, быть опять же аккуратно. Аккуратно играть. Раз, два, три. Мы приблизились. Точнее, мы уже играем с сороковыми уровнями, да? Ну, почему я взял именно вот эту команду, ребят? Ну, это чтобы проверить, как мы с вами врубаем их. И, как видите, довольно неплохо. Даже, я бы сказал, очень хорошо. Так. Давай, давай, давай. Меня в 2 звезды переводи. В Самурай 2 звезды. Это будет круто. Потому что героев у нас еще много. Да, может быть, мы даже дойдем. Может быть, даже до Сёгуна. Кто его знает? Как пойдет, ребята? Так, Дианочка у нас здесь есть по кубкам. По кубкам нам лучше Абуа Алой. Давай, наверное, его возьмем. Будем брать здесь Зека с вами, да? Возьму я здесь, на всякий случай, Армагона. И... Слушай, опасно, конечно, но я думаю... Зек и Армагон. Слушай, Армагон не имеет, ребята. Он у нас массовой атаки пока еще не имеет. Поэтому давайте-ка мы возьмем кого-нибудь из массовых. Змея-кора, я думаю, для этого очень даже хорошо подойдет. У нее все-таки крик. Есть, да? Крик души, который, по-моему, еще и защиту может снять. Ну, естественно, Зек первый ходит. Я даже думаю, что кто-то упадет. Хм. Никто не упал. Ну-ка, теперь кричим. Ты смотри-ка, ага. Рокстеди выжил каким-то образом. Но это ненадолго, ребята. Все, что и требовалось доказать, пока идем замечательно. Без потерь. Я хочу вот в последнее время попытаться проходить вот эти вот все, ребята, турниры без потерь. Согласитесь, приятно получать бонусы, да? Кубки, чтобы продвигаться выше. И потом получать осколки. И прокачивать свою команду. В принципе, в этом вся суть игры. Так, у нас Руслан, Ксения и Пау. Хм. Будем, наверное, с вами брать Ксению, да? У нее по кубкам немножко побольше получается, ребята, да? И я думаю, возьму здесь Железноголового. Возьму Рокзара. Не, Рокзара зачем здесь брать? Если у нас есть Железноголовый. Давай возьмем, наверное, Карайку. И раз, два, три. Раз, два, три. Я надеюсь, знаете, на что? Что Железноголовый сейчас просто-напросто бомбанет ракетами. И отрядик этот упадет. Я вот на это рассчитываю. Так, ну-ка, Карайочка. Вау. Да, ребята, тут победа будет за нами. Смотрите, что сейчас произойдет. Ха-ха. Потому что, как я определил, Карайка намного слабее, да? Железноголовый. И вы увидели, сколько она нанесла урона. Хотя, на самом деле, она у меня вообще слабенькая. Естественно, тут можно было бы легко предположить, что Железноголовый всех вырубит своими ракетами. Так, ну что, Иван, Йозеф у нас здесь и Николай. 46-е уровни почти, да? Кстати, ну мне выгоднее драться с Иваном, потому что он, во-первых, слабее. Хоть и по кубкам везде одинаковый. И уровень здесь, естественно, поменьше будет. Ну, я бы сказал, даже с Николаем они одинаковы в чем-то. Но единственное, что разные персонажи. Так, берем Микеланджело с вами. Берем здесь Рокзара. Опять, ребята, рискованно. Как-то получается, ну да ладно. Кто не рискует, тот, как говорится, не пьет Кока-Колу. Погнали. Так, если мы сейчас с вами... Давай мы сделаем через уклонение. Не будем рисковать слишком сильно, да? На уклонении постоим с вами. Я не знаю, стоит ли нам брать провокацию или же бомбануть. Давайте так, наверное, сделаем. Массовую атаку заряжает у нас Микеланджело из космоса. Да что такое-то, ребят? Смотрите, вот я этого боялся, на самом деле. Я их сейчас заблокирую, да? Нет. Он даже не попал. Ах ты. Ах ты, Лео. Хилишь. Хилишь ты все-таки, да? Этот уходит в невидимость у нас. Понятно. Ну, я не знаю, давайте, наверное... А, он еще и... Ребята, он меткость повысил. Так, ну-ка, волну. Так, упал. Упал Баксер Стопман. Так, Роквелл, что делает, ребята? Он заблокировал способность. Значит, нам нужно... Я не знаю, может быть, попробовать Монда Гека накрыть, ребят? Давай попробуем. Получится? Да, с удара он его вырубил. И давай, наверное, будем брать Леонарда в оборот. Так, повесил я постепенно урон. Ну, значит, ребята, он на следующий ход от Дуплица. А мы с вами будем спокойненько уже, наверное, разбирать Рокула. Так, есть. Я о чем говорил. Так, по кому этот удар придет сейчас? Слушай, блин, опасно, ребят, на самом деле. Потому что Микеланджело может у меня от Дуплица. Давай, пробивай. В плане, я не понял. Рокзар, ты что делаешь? Ты хорош дурковать-то так, елки-палки. Если бы он сейчас ходил бы, он бы наверняка мог бы уничтожить Маки. Но нам повезло, опять же. Крупно причем. Так, ребят, смотрим. Ать! Пока еще не все, уходных, ребят. Пока еще нет. Но уже около того, около этого мы крутимся. Мануэль, Тан и Кордоса. Кордоса. Ладно, я буду определяться здесь по уровням. Я думаю, что возьмем Тана. Да, возьмем именно Тана. 46 уровень здесь. Значит, берем Криса Брэдфорда. Так, подожди. У меня, ребят, каких-то героев. Раз, два, три. И я вот даже не знаю. Тут 46 уровни. Стоит ли нам брать здесь... Крис Брэдфорд, он один ничего не сделает. Поверьте мне. Да и ладно. Была не была. Фиг с ним, ребята. Будем работать на откатах. Леонардо нам нужен? Нужен. Будем получать? Будем. Поэтому откаты для чего мы с вами копили? Для того, чтобы, естественно, их использовать. Трич. Вот так вот. Все. Шикарно. Ну, теперь мы с вами точно уж попадаем в Сегуны. И никуда от этого не денешься. Посмотрим. Да, ребята. Сегуна на звезда. И у нас 67 позиция. Мы с вами продолжаем нашу эпопею. Моника, Вова и Дариус у нас здесь. И возьмем-ка мы, наверное, с вами... Так. Ну, что? Я думаю, наверное... Наверное, Монику надо брать нам. Берем с вами Леонардо. И к нему присоединяем вот этих вот малышей. Да, ребята? Вот этих малышей. 40 какой-то уровень. Они для меня еще малыши. Естественно, будет у нас делать первую вертушку Леонардо. И посмотрим, сколько здесь упадет. Да, практически все упали. И... Нет, не то сделал. Надо было другой немножко удар. Но, тем не менее, мы пробили. Отлично. Продвигаемся, конечно же, дальше. Слушай, прикинь... Нет, навряд ли мы, конечно, сможем сегодня попасть в Сёгун 2 звезды. Но хотелось бы, согласитесь. А хотя... Подожди, ребята. Мы, скорее всего, перейдем. Да-да-да. Я уже чувствую запах Сёгуна 2 звезды. Так, Лео, давай-ка возвращайся. Сколько мы еще тут сможем с вами, ребята? Еще где-то боя 2, да? У нас получится. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, а есть не самые... Есть не три даже. Может быть, даже три боя у нас получится провести. И тогда вообще будет шикарно. Так, ну что, Лео, давай, закрути вертухан. Посмотрим. А здесь выжило очень много, ребята, противничков. Поэтому, естественно, у Саги Эдзимбо вешает вот такую штуку. Так, они даже не хотят атаковать. Ладно. Шеридер, ну-ка, устрои к ним карнавальную ночку. И у нас выживает Донателло. Но это ненадолго, я так понимаю, да? Эйприл. Да ладно. Ну, король крысиный. Не подвиди на этот раз, Малорик. Хоть когда-то, ребята, он у нас выжил. А то обычно он всегда падает. Ну что же, это большой плюс для нас. Ребята, мы попадаем в Сегун. Две звезды. Это, прикиньте, я только начал играть уже в Сегуне две звезды. Вот так бы всегда, а? И остаться бы еще там. Так, Денис, Аделиса, Ксения и Олег. Ксения и Олег по кубкам все абсолютно одинаково. Значит, ребята, выбираем по уровню. Я думаю, что это будет Олег. Все, берем Лео назад. Раз, два, три, четыре, пять. Подожди. Раз, два, три. Четыре, пять. Да, нам, ребята, еще один бой предстоит. Но для этого нам придется взять Леонардо и Рафаэля в кучку нашу. Ну что, посмотрим, как тут пойдут дела. Ух, только лишь Донни выжил, да? Но это, опять же, ненадолго. Он просто посмотрел на нас. Хан ему зарядил и все, ребят. И он одуплился просто-напросто. Ну а мы с вами двигаемся далее. Так, 78-я позиция. Переходим мы с вами на 38-ю. Вот это старт. Вот это я понимаю. Ну что, по кубкам все абсолютно одинаковые. Поэтому, ребята, выбираем опять по уровню. И берем здесь Рафаэля. Берем здесь с вами Леонардо. И вот этих вот гавриков забираем. То есть, у нас все герои в этот раз сыграли. Абсолютно все. Нет кто-то там, чтобы просидел, да? Просидовал штаны без драки. Все отличненько. Смотрим, ребята, кто падает у нас. Воу, только один упал. Ну, тогда я вставлю в провокацию, естественно. Я не буду рисковать здесь. Потому что это чревато. Ну-ка, подобьем. И-хе-хе-хе-хе. А если так? Ты бич. Замечательно. Да ладно. Ты еще будешь хеляться или что-то там вешаешь на себя? Иммунитет? Иммунитет он повесил. Но, опять же, это, ребята, ненадолго. Оу. Неужели? Кирби подбил. Молодец. Красавчик. Я ничего не могу сказать против. В общем, ребята, вы сами видели результат. Неплохо мы сегодня с вами. Ёлки-палки. Это рекорд, ребята. Это абсолютно рекорд, чтобы с самого начала игры только начал играть, да, как неделя откатилась. Я добрался до Сёгуна 3 звезды. Это рекорд. Такого еще раньше не было у меня ни в одном видосике. Поэтому я очень рад. Даже вдвойне. Ну, естественно, ребята, меня скинут. От этого никуда не денешься. Но, тем не менее. Так, давайте посмотрим, что у нас за испытания будут на этой неделе. Так, это у нас сцены насилия и городская война. Война тени на солнце. Ну, естественно, мы этим, ребят, займемся с вами уже в следующей серии. Как говорится, будем с вами оставлять все самое сладкое на потом. И вот, вот чего я ждал. Наконец-то у нас на этой неделе, ребята, появится Усаги. А вы помните, да, что мне не хватило, если я не ошибаюсь, 2 или даже 3 ДНК для того, чтобы его перевести в 2 ДНК, ребята. Всего лишь 2 ДНК, чтобы он получил у меня 4-ю золотую звезду. Соответственно, он дальше сможет прокачиваться. Ты понимаешь, что Усаги и Эльзимбо, это будет эпик в моей будущей колоде. Блин, жду не дождусь, когда у нас, ребята, появится испытание на Усаги. Ну, что ж, друзья, осколочки я, наверное, позарабатываю уже за кадром, да? Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. Пошел я отдыхать, а мы увидимся с вами в следующей новой серии. Так что удачки вам и до новых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok